всем добрый день меня зовут надежда и я рада приветствовать вас у себя на канале сегодня я покажу вам как связать вот такой вот шарф бактус с кисточками бактус связан платочной вязкой на размер здесь у меня по верхней части метр шестьдесят пять и боковые части которые две нижние идут на метр пятнадцать вяжется он просто легко исправиться с ним даже начинающая рукодельница если вас интересно как он вяжется оставайтесь со мной а мы начнем вязать для вязания данного бакс бактуса вам понадобится пряжа соответственно нужного вам размера спицы под пряжу нужного размера которые подходят под взятую вами пряжу нам понадобится игла для пришивания кисточек и заправки лишних хвостиков либо крючок если вы хвостики заправляете крючком и также нам понадобится ножницы на спицу мы набираем 3 петли первую я набрасываю набираю вторую петлю и набираю третью петлю набрали и разворачиваем наше вязание первый ряд мы провязываем без прибавок то есть первую петлю я снимаю вторую среднюю я провязываю лицевой петлей последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей провязали здесь для фиксации хвостик я немножко подтяну чтобы получить фиксированный край из теле разворачиваем на обратную сторону и в этом ряду я уже начинаю делать прибавки первую петлю снимаем и в средней петле мы делаем при бабочки прибавки я делаю следующим образом завожу спицу за заднюю стенку провязываю набираю одну петельку здесь первый ряд вы делать не очень удобно потому что он туговат и не снимая петли за переднюю стенку я добираю еще одну петлю вот таким вот образом вот добрали теперь у нас из одной петли получилось 2 теперь мы эту петельку снимаем и кромочную я провязываю изнаночной петлей все кромочные в последующих рядах как в лицевых так и изнаночных мы вяжем кромочными петлями провязали и подтянули вот таким вот образом зафиксировав разворачиваем на обратную сторону следующий ряд мы вяжем без прибавок первую петлю снимаем 2 петли лицевой поскольку у нас платочная вязка и в изнаночных и в лицевых рядах она вяжется лицевыми петлями провязали 2 лицевые кромочная последняя изнаночная петлей провязали разворачиваем на обратную сторону в этом виду мы уже делаем опять прибавку первую петлю снимаем кромочную в первой петельке мы делаем при бабочку одну лицевую лицевую петлю за заднюю стенку не снимая петли провязываем еще одну петельку лицевой и теперь снимаем петлю со спицы вот у нас получилось две петли с одной петли и во второй петле мы делаем тоже прибавку таким же образом за заднюю стенку мы провязываем добираем петельку лицевой и не снимая петли со спицы провязываем за переднюю стенку еще одну петельку и последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей если в первых рядах вам покажется это очень туго вы можете воспользоваться на первых парах крючком разворачиваем на обратную сторону и здесь вяжем без прибавок первую петлю снимаем последующие петли до кромочной мы вяжем все петельки лицевыми поскольку у нас платочная гладь так здесь у нас получается 4 петли 4 провязали последнюю кромочную изнаночной петелькой и разворачиваем вязание на обратную сторону здесь вяжем ряд с прибавками первую петельку мы снимаем заводим спицу делаем при бабочку одну за заднюю спицу и не снимая петли делаем прибавку вторую из этой же петельки за переднюю стенку снимаем петельку 2 петли лицевые не довязывая двух петель в предпоследней перед кромочной мы делаем при бабочку одну петельку вытягиваем за заднюю стенку и не снимая петли со спицы провязываем вторую петельку за переднюю спицу снимаем петлю и последнюю кромочную мы вяжем изнаночной как и во всех последующих ряда разворачиваем вязание этот ряд мы делаем без прибавок 1 петлю снимаем вяжем все петли лицевые у нас получается здесь уже раз два три четыре пять шесть видите с каждой с каждым рядом прибавки у нас получается плюс две петли последнюю кромочную изнаночной разворачиваем вязание и вот у меня вырисовывается уже такой рисуночек до треугольничек как бы и таким образом мы вяжем делая прибавки до того момента когда у вас уже до вам будет достаточно вот этой верхней ширины размаха крыльев вашего бактуса то есть делается прибавка в каждом лицевом ряду в первой петли после кромочной и в последней петли перед кромочной провязывая две петли из одной и так вяжется высоту вашего бактуса вот именно вот размах крыльев который верхний да только тот который нужен вам у меня он метр шестьдесят пять в данном бактусе провязываем самостоятельно и закрываем вот смотрите что у меня получается на спицах такое вот расширение да как у меня на моем бактусе да как я уже говорила метр шестьдесят пять у меня вот эта вот часть так вы же можете вязать до вот этого расширения которое нужно вам я вам поскольку я показываю на образце да я щас вам покажу как я его закрываю и как пришиваю саму кисточку так при бабочки у меня выглядят вот так я надеюсь с прибавками все понятно если это не так пишите мне в комментариях попробую разобраться более подробно закрываю я петельки просто самым обычным образом способом данных бактусах провязывая 2 петли вместе вот так и снимаю так перебрасываю на обратно на спицу петлю и обратно провязываю 2 петли вместе лицевой и так закрываю до конца ряда у меня в конце осталось две петельки я их провязываю 2 вместе и одну петельку я фиксирую провязав ее одной вот так провязали теперь мы просто излишки нет как от клубочка убираем и вытягиваем нашу ниточку вот так и фиксируем теперь нам нужно пришить кисточку я уже всунула нитку в ухолку и теперь я поступаю следующим образом здесь у нас хвостик у меня еще не обрезан я вставляю иглу с обратной стороны на себя вы сейчас данном случае так меня это примерно вот сюда старайтесь вставлять ее именно под первую петлю до по 3 петли которые у нас набирались так втянули да и у нас вот этот хвостик до который у нас образовался от основного полотна мы его спрячем следующим образом я сюда же в иглу его вставлю вот видите где у меня вставлен синий хвостик вот чтобы вот это кончик сам остался по серединке ниточек тогда он спрячется более аккуратно вставляем розовую нить да ну как у меня в моем варианте то образец у вас же будет ваш цвет нитки так вставляем его сюда же в иглу вот вставили здесь саму кисточку подтянули чтобы она вас плотно ушла и заводим иглу обратно вот сюда в макушку кисточки так и выводить мы ее будем вот здесь вот отсюда протыкаем насквозь вот таким способом вот видите откуда я выложу и выводим наши нити вместе с иглой так выявили вынимаем ниточки из иглы я их вытянула так и теперь я их просто завяжу плотно с любой ниткой из середины ну вот к примеру вас этой раз она так поблизости совпало вот просто берем и завязываем вот две вместе вот эти да и одной из середки делаем таких пару узелков вы смотрите как вам будет это делать удобнее здесь в принципе мы их свой узелочка такой спрячем внутрь кисточки и его не будет сильно заметно при вто после стирки готового уже из теле он спрячется туда куда ему нужно вот сделали два полноценных узел к и вот этот излишек нитки я просто обрезаю вот так и все вот так вот это выглядит здесь поскольку у меня все-таки образец связано разным цветом немножечко видно но если вы вяжете одинаковым допустим цветом пряжи и кисточку и основное полотно в принципе после прохождения изделия в то влажная тепловая вода и фиксации на где-то на манекене либо же на полотенцах все это становится вровень и выглядит довольно аккуратно надеюсь было для вас по сегодня полезно если это так поставьте мне пальчик вверх не забывайте подписываться на канал делиться этим видео с друзьями и конечно же писать свои комментарии по поводу того какие бактусы вяжете вы мне будет очень интересно почитать на сегодня все спасибо за внимание и пока пока